Строительство первого в Сургуте 50-метрового бассейна идет по графику. Небольшие задержки при производстве работ связаны с температурным режимом. В дни, когда термометр показывал минус 40 градусов, возводить объект было просто невозможно. Сейчас нулевой цикл строительства подходит к концу и нет оснований полагать, что сроки сдачи спортивного сооружения будут перенесены. Закончить бассейн и запустить его в работу планируют в конце 2015-го. Напомню, возведение объекта началось осенью прошлого года. Финансирование на 90% взял на себя округ. Оставшиеся деньги выделят из бюджета Сургута. Всего порядка 430 миллионов рублей. Если мы будем сомневаться, тогда точно не сдадим. Поэтому надо верить, что он должен быть сдан, как и обещался. Будем надеяться, что катаклизмы обойдут нас стороной, потому что этот объект долгожданный. И мы все-таки все ждем с надеждой этот объект в городе Сургуте. Спортивный объект будет включать в себя два бассейна на 50 и на 25 метров. Зал сухого плавания, общей физической подготовки и тренажерный зал. Здесь построят трибуну примерно на 500 зрителей. А один из бассейнов оснастят специальным лифтом для людей с ограниченными возможностями здоровья. Посещать сооружения смогут и обычные горожане, и профессиональные атлеты. Тренироваться здесь будут и пловцы, и те, кто занимается синхронным плаванием. Также в Комитете по физической культуре готовятся открыть в Сургуте секцию по водному полу. В администрации заверяют, что проблем с тренерами на новом объекте возникнуть не должно. Я думаю, что может быть с водом в эксплуатацию. У нас еще те специалисты, которые уезжали из города Сургута, начнут задавать вопросы о возвращении, которые работают сегодня в Ханты-Мансийске, о возвращении в Пернатый. Потому что все-таки условия намного улучаются, и это будет нормальный современный бассейн для работы. Так что надеемся, что они еще попросятся обратно.